МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В заключении независимой экспертизы прозвучало как приговор. Программу капремонта не включат. За счет народного бюджета строение тоже не восстановить. Выход у жильцов один. Переезд, которого они ждут уже не первый год. А пока этого не случилось, собственники подпирают крышу балками, а стены подпорками. Иными словами, делают все возможное, чтобы здание не обрушилось. Обрушение произошло у нас в воскресенье, вечером. Такой был гроб, представляете, оттуда понесели балки. Ну что было на крыше там? Все летело сюда. Это хорошо в это время, что никого не было на лестничной площадке. А вы говорите, мы чем дышим? Грибы. Здесь грибы, там грибы. Мы дышим, зараза. Переехать любой ценой и как можно скорее, заявляют собственники шестого дома. Предложения администрации по переселению из центрального района в привокзальный они принимают с овациями. Евгений Авилов заверил, для жителей аварийных строений уже готовы квартиры в домах на улице Серебровки. Сейчас там выполняется чистовая отделка помещений. На улице Серебровка, потому что там строится муниципальный дом, то есть это наши квартиры, которые мы сегодня готовы предоставить. У нас есть другие варианты, которые сегодня мы готовы тоже с жителями рассматривать, но, как правило, это строительство где-то, ну, в районе Петровского квартала, то есть вот такие. Жителям нравится, ну, ближе к центру. Однако жители некоторых домов не намерены покидать центр города. Чтобы остаться в родном доме, они готовы проспонсировать восстановительные работы. Они уверены, реставрация улицы Металлистов может быть на руку как собственникам, так и администрации города. Мы как бы здесь хотим остаться. Более того, мы в этом доме хотим, значит, при освобождении первого этажа, кстати, есть там квартира номер 7, которая свободна. Поэтому нам бы хотелось найти какой-то способ с городом, значит, взять в аренду эту часть. И мы бы там могли открыть магазин сувениров, который у нас прекрасно работает в Тульском Кремле. В аварийном доме никто жить не может, пояснил глава администрации. Более того, торговые точки не должны открываться в жилых помещениях. Для занятия предпринимательством дом необходимо расселить и дать ему нежилой статус. На сегодняшний момент по вашему дому есть независимая экспертиза, которая подтверждает, что дом небезопасен для проживания жильцов. Соответственно, администрация, исходя из всех этих мероприятий, берет на себя ответственность по переселению жильцов. Это первое. Вопрос, законно это, незаконно это, законно. Зачем приводить в порядок дом, если его жители и расселяют? Собственники поинтересовались у главы администрации, возможно ли не платить за коммунальные услуги до момента переезда. Евгений Авилов отметил, если управляющая компания выполняет свои обязательства, то должна получать за это плату. Кроме того, ряд собственников опасается, что замена будет неравноценной. Они заверяют, недвижимость в привокзальном округе стоит гораздо дешевле, чем в центре. Часть жилых помещений и часть земли, соответствующих этим жилым помещениям, она принадлежит собственнику. Я считаю, что здесь вопрос, если вы собственник, если вы считаете, что это так, но вы бы попробовали продать, я уверен, что не нашлось бы столько желающих. В общей сложности расселению подлежат 10 домов. Пять в этом году строений номер 13, 17, 20 и 23А. Оставшиеся в следующем. Второй, шестой А, 16А, 23В и 15. Новоселье назначено на октябрь этого года. Глава администрации заверил, что к этому времени основные вопросы с жителями улицы Металлистов должны быть решены. Илья Логинов, Сергей Давыдов, Тульская служба новостей. Продолжение следует...